Чужой Ромул вышел! Сейчас мы разберем, что у фильма получилось, почему его обязательно нужно смотреть и чем он все-таки не идеален. И не переживайте, спойлеров не будет, устраивайтесь поудобнее, потому что мы начинаем прямо сейчас. Сразу скажем, что Ромул это эффектный и научно-фантастический фильм в духе той самой старой школы. Он не стремится изобрести колесо и делает ровно то, что должен, создает саспенс и погружает в атмосферу клаустрофобного ужаса. Но перед нами, конечно же, не хоррор в прямом значении этого слова. Чужой работает по-другому за счет нагнетания тревожности благодаря темным коридорам музыки и общей атмосфере. И это действительно работает, хотя скримеры тоже присутствуют. Ромул вполне соответствует заявленному месту между первым и вторым фильмами франшизы. Не только в плане хронологии, но и в плане стиля повествования, режиссуры и операторской работы. Напомним, что первый фильм снял Ридли Скотта, второй Джеймс Кэмерон, поэтому планка весьма высока. В пользу этого говорят и оценки критиков и зрителей. На тех же томатах зрители оценили картину на уровне 86%, а критики на уровне 81%. Это самый высокий результат со времен первых двух частей, которые имеют рейтинги чуть выше 90% по обоим показателям. Поэтому можно сказать, что франшиза нащупала то, чего ждет от нее огромная аудитория. Также ожидается, что Ромул станет одной из самых прибыльных частей и окупится несколько раз. Оно и неудивительно, потому что Феде Альварес с командой проделал колоссальную работу. Огромным и, наверное, самым главным плюсом можно назвать решение режиссера не полагаться только на компьютерную графику. Создание полноразмерного аниматроника ксеноморфа окупилось с лихвой. При этом его не прячут по темным углам, а показывают во всей красе, как на общих планах, так и на крупных. Выглядит он максимально пугающе. «Чужой Ромул» уже называют одним из лучших фильмов франшизы. Это отличный повод вспомнить, с чего началась легендарная вселенная. Все фильмы о «Чужом» можно пересмотреть в онлайн-кинотеатре «Флекс». Здесь собрано огромное количество ваших любимых фильмов и сериалов от мировых студий. На «Флекс» вы сможете без рекламы смотреть трансляции спортивных событий со всего мира. А также новинки кино, которые не вышли в кинотеатрах РФ. Такие как «Тихое место», «День первый», «Плохие парни 4» и «Фуриоса». Как новые, так и старые проекты доступны в эксклюзивной профессиональной озвучке от TV Shows. Помимо них, на «Флексе» вас ждут сериалы с Netflix, Amazon, Apple+, Disney+, и HBO. Включая все сезоны «Дома дракона», «Пацанов» и «Очень странных дел». Благодаря собственному плееру сервиса, все фильмы и сериалы можно смотреть в качестве 4К с объемным звуком 5.1 и без подтормаживаний. А установив удобное приложение «Флекса» для Android и iOS, вы сможете скачивать фильмы и сериалы, чтобы смотреть даже там, где нет интернета. Его можно поставить и на Smart TV. Оформляйте подписку на «Флекс» по ссылке в описании и используйте промокод «Череват24». Он даст вам скидку 50% на любой тариф. Таким образом, стоимость месячной подписки составит меньше 100 рублей. В оригинальных фильмах также использовались подобные практические эффекты, которые придавали правдоподобности. Благодаря тому, что актеры могут взаимодействовать с реальными объектами и существами, их игра становится более приземленной и реалистичной. Отдельно хочется отметить работу декораторов и визуальный ряд. Авторам удалось бережно сохранить знакомый стиль первых фильмов и при этом добавить свежие элементы. Таким образом, получилась некая гармония, объединяющая прошлое и настоящее. Буквально в каждом кадре ощущается, как художники и дизайнеры с трепетом подошли к созданию локаций. Старые компьютеры, угловатые машины, множество дергающихся экранов и обилие кнопок. Будто бы вся техника пришла прямиком из 80-х, но слегка обновленной. Фильм выбирает устаревшую аналоговую технологию, в отличие от современной, которую мы видели в Прометее и Завете. Андроида, кстати, тоже проапгрейдили и показали некоторые новые фишки. Общий визуальный стиль подчеркивает связь Ромула с оригинальными чужими, сочетая CGI и практические эффекты. По графике вообще никаких вопросов, потому что кадры в космосе выглядят завораживающе. Отдельно выделим сцену с нулевой гравитацией, которую мы видели еще в трейлерах. Это стало новшеством для франшизы и одним из самых ярких моментов фильма. Снято тоже весьма реалистично, благодаря тому, что полагались на отстроенную конструкцию, а не на зеленый экран. Больше всего опасений после просмотра трейлеров вызывало решение сделать героев очень молодыми. Это, конечно, не подростки, но плюс-минус 20-летние ребята. Посмотрев фильм, можем сказать, что актеры показывают вполне внятную игру. За исключением пары моментов, никто из них особо не раздражает и смотрятся они вполне органично. Сюжет логично объясняет, почему именно они столкнулись с ксеноморфом, но не стоит ждать от них большего, потому что фильм будет интриговать другим. Перед нами не ученые корпорации и не солдаты, поэтому некоторые их решения эмоциональные, а не практичные. При этом сравнение главной героини Рейн с культовым образом Эллен Рипли все-таки удается развести. По крайней мере, при просмотре не создается ощущение, что перед нами бездушная реинкарнация. Вообще, Ромал может похвастаться просто огромным множеством отсылок к первым двум частям. Это чувствуется не только в отдельных кадрах, которые в точности повторяют классику, но и в подаче сюжета. Первая часть фильма больше похожа на хоррор в духе чужого Ридли Скотта, а вторая уже напоминает чужих Кэмерона. Если вы хорошо помните оригинальные фильмы, то вас ждет множество приятных сюрпризов, которые сюжетно подкрепляют эту связь. Правда, это играет и в обратную сторону, потому что может показаться, что Ромал занимается копированием. Дело в том, что порой бывает сложно уловить, где мы видим дань уважения классике, а где самоповтор. Однако, как бы там ни было, во многих отношениях новый чужой ощущается как классический фильм франшизы. Даже начальные титры напоминают оригинальный фильм 79-го года. Сюжет имеет медленное нарастание, которое нагнетает напряжение перед появлением лицехватов. А затем история встает на известные всем поклонникам чужих рельсы. Поэтому некоторые сюжетные ходы можно легко предугадать при просмотре и не ошибиться при этом. Этим и чреват подход возвращения к истокам, которые используются во многих перезапусках. Взять ту же добычу с историей о женщине, сражающейся с хищником на великих равнинах в начале 18-го века. Лента, по сути, повторяет оригинальный фильм, только меняет декорации. Ромулус, по сути, делает то же самое, компилируя предыдущие фильмы франшизы. Кстати, раз уж вспомнили «Хищника», скажем несколько слов о возможном столкновении двух титанов. Поскольку обе франшизы сейчас находятся на подъеме, Федо Альварес во время недавнего интервью подтвердил свою заинтересованность в создании кроссовера «Чужой против Хищника 3». К тому же он дал понять, что хотел бы объединиться с Дэном Трахтенбергом, чтобы совместно написать сценарий и стать сорежиссером фильма. Учитывая ранние отзывы на Ромул и положительно встреченную добычу, сотрудничество двух режиссеров может стать отличным ходом, чтобы собрать огромную кассу. Объединение Альвареса и Трахтенберга может не только предложить зрителям захватывающее столкновение хищников и ксеноморфов еще раз, но и дать более убедительных персонажей в историю. Но это пока лишь намеки на возможное будущее двух франшиз. Ромулу еще предстоит доказать свою жизнеспособность, потому что прошло всего несколько дней, как фильм вышел в прокат. Подводя итог, отметим, что «Новый Чужой» — это прекрасно снятый фильм. Он пугает, интригует и имеет внятный экшен. Благодаря тому, как подается сюжет, он с легкостью увлечет и будет понятен даже тем, кто вообще далек от франшизы. Однако поклонникам может казаться, что Ромул оказался в неком пограничном пространстве между современным блокбастером и классикой жанра. При этом финальная сцена, наверное, никого из поклонников не оставит равнодушным. Наш вердикт — Ромул обязателен к просмотру. Перед нами один из лучших проектов этого года, который можно рекомендовать посмотреть абсолютно всем. Ну а теперь несколько слов о концовке для тех, кто уже успел ознакомиться с фильмом. Без спойлеров, естественно, не обойдется, но оставить без внимания это мы просто не можем. Хотя изначально Ромул был представлен как возвращение к основам франшизы, Федо Альварес приготовил неожиданный поворот, связав картину с Прометеем. Учитывая разногласия фанатов, казалось вероятным, что фильм полностью откажется от приквелов в пользу возвращения к более простой формуле оригинальных фильмов. Несмотря на это, Ромул, наоборот, выстроил между ними более плотную связь. Первый вопрос, который приходит в голову при просмотре последнего акта — что это вообще было? Сцена с рождением нового чужого, безусловно, ужасает и заставляет вздрогнуть. Штамм черной слизи превращает ребенка в смертоносного гибрида, ксеноморфа и человека, похожего на инженеров из приквелов. Он быстро высасывает кровь из матери, чтобы продолжить свой рост. А когда Рейн пытается выбросить гибрида в космос, его лицо начинает таять, подобно началу из Прометея. Такое решение не все поклонники встретили с одобрением, хотя оно выглядит оправданно с учетом того, что приквелы существуют и являются частью мифологии франшизы. Появление черной слизи в Ромуле на самом деле играет на руку франшизе. В течение многих лет она ощущалась сегментированной с оригинальной серией и серией приквелов, имеющих два совершенно разных тона истории и части общей мифологии. Приквелы просто не ощущались как оригинальный «Чужой» из-за того, насколько разными были их цели и сюжетная арка Дэвида. Поэтому, взяв элементы Прометея и напрямую вставив их во временную шкалу «Чужого», Ромул заставил всю франшизу казаться более цельной. К тому же продолжение может развивать историю приквелов, потому что концовка завета осталась неразрешенной. Поэтому план Дэвида по созданию оригинального ксеноморфа может быть более подробно изучен в продолжении Ромула, где Вейланд Ютони попытается обнаружить происхождение черной слизи. Однако гнев многих фанатов вызывало не это, а воскрешение Иэна Холма для повторения роли Эша. В последние годы воссоздание покойных звезд с помощью CGI стало распространенной тенденцией в крупных франшизах. Вспомните же «Звездные войны» или «Охотников за привидениями». Однако такой шаг некоторые зрители оценили как дань уважения, а другие посчитали способом заработка деньжат. Нам кажется, что Эш органично вписался в повествование и не казался лишним в сюжете. Но очень интересно узнать, что вы думаете по этому вопросу. И, конечно, обязательно напишите в комментариях ваши впечатления от просмотра. Получилось ли у Альвареса вернуть магию Чужого или, на ваш взгляд, это было копированием уже готовых идей? И дайте знать, если хотели бы увидеть полный разбор сюжета и того, как он влияет на франшизу в целом. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся в новых видео совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова